Приветствую вас. Написали вы много, достаточно подробно вы описали свою ситуацию, достаточно лаконично и достаточно однозначно вы ее представили. Вот, и, вы знаете, ну вот, для начала, да, для начала, то, что я хотел бы вам сказать, то, что я увидел, да, вот, по описанию поведения, мужчины, это то, что этот человек достаточно неуверенный в себе, избалованный, эгоистичный, жадный, лопантный, меркантильный немного. И, понимаете, это на самом деле сейчас не было чем-то дурным по отношению к мужчине. Вы, пожалуйста, не думайте, что я пытаюсь как-то его, в данном случае, унизить или оскорбить. Это то, что я увидел исходя из вашего сообщения. И, как бы, может быть, он и найдет кого-то для себя, может быть, он и найдет, как бы, такую же женщину, которая захочет с ним быть. Возможно. Но эта женщина явно не вы. Знаете, почему? Потому что вас явно такая ситуация не устраивает. Вот то, что вы ушли от него, говорит как раз таки о том, что, ну, да вам не нравится, как он себя ведет. Что вы хотели бы лучшего отношения к себе. Что, значит, что вам не нравится постоянное недоверие, постоянный контроль, постоянные сомнения в себе и в вас, кстати говоря. И так далее. И вы знаете, вы знаете, что я хотел бы вам сказать. Это то, что человек, 28 лет, живущий с родителями, вряд ли изменится. И если он обещает вам, например, что будет носить на руках, то это, безусловно, так и есть в его сознании. Это, безусловно, так и есть для него, для мужчины. Он действительно верит в то, что говорит. Почему верит? Потому что ему без вас тяжело. Ему без вас плотно и, скорее всего, он уверенно знает, что, ну, вряд ли еще какая-то женщина будет терпеть такое вот к себе отношение и поведение. Знаете, как вы думаете, почему мужчина так быстро захотел с вами вместе жить? Именно поэтому он боялся, что вы его узнаете и не захотите с ним жить. Вы от него отдалитесь и все. И он именно преследовал такую цель, чтобы вас побыстрее к себе приблизить, чтобы вы не могли от него уйти. Это, естественно, исключительно мое мнение, то есть я не хотел бы, чтобы мое мнение в данном случае как-то, знаете, пытался претендовать на истину. Я понимаю, что, в принципе, могу ошибаться, вот, но тем не менее, тем не менее, пока я не увидел ничего такого, что опровергало бы мою точку зрения. Далее. Что вы пишите далее? Далее вы пишите, что мужчина, значит, уже стал поднимать на вас руку, мужчина стал вас бить, вы постоянно чувствуете себя напряженной, при этом вы постоянно должны делать то, что мужчина хочет. И при этом вы боитесь с ним жить. При этом вы говорите, что все равно прикипели с ним. Вы знаете, как вам быть? Ну, вообще-то говоря, вот я здесь, пожалуй, завершился экспертом Лидии во всем, а хотел бы только сказать, что, возможно, именно вот детство, ваше детство, как бы опосредовало то, как вы себя сейчас ведете. То, что вы терпите, ну, такое поведение мужчины к себе, то, что вы допускаете такое отношение к себе молодого человека, как женщина, говорит о том, что вы предположены к подобному поведению. А мужчина, он показывает свой характер, показывал свой характер еще раньше, когда не хотел устраивать на работу, вы, по сути, его тянули на себе. Вот. И вот вам нельзя было так легко прощать ему оскорбления в том, из чего вы не делали. Вам нельзя было оправдываться за то, что вы не делали. И вот весь вопрос заключается в том, почему вы, собственно говоря, ну, почему вы оправдываете? Почему вы, ну, позволяете мужчине, а в лице мужчины и, вероятно, людям относиться к себе именно так, близким людям. Скорее всего, это модель родительского поведения и ваши собственные страсти. Вы же ради чего-то все это терпите. И, соответственно, здесь нужно повыщать вашу самооценку, повышать любовь к себе, развивать любовь к себе. Прорабатывать детско-родительские отношения. Укрепиться в понимании того, вот просто, да, себе установку, что мужчина не изменится, счастливый вас не сделает. Но то, что вы описываете, идет из детства, потому что у вас у обоих было тяжелое детство. Хотя, вот знаете, даже если говорить про детство, очень интересный получается момент. Родители, может быть, указывали и не отличались показательными отношениями, но вы-то почему-то работаете, вы-то почему-то сами себя обеспечиваете, а мужчина, что получается, мужчина, получается, этого не делает. И возникает несловно такой вопрос. А если детство было не очень, если отношения с родителями вроде как были тоже не очень, то почему же мужчина живет тогда до сих пор с ними? И ответ на этот вопрос, ну, вообще-то говоря, достаточно просто. Ему удобно. Ему удобно так же. И он, соответственно, раз ему удобно, он и будет так себя вести. Пока его это целиком и полностью устраивает. А его это устраивает, раз он не хочет ничего менять. И в этой ситуации совершенно справедливо, что вам нужно думать о себе. Не верьте мужчине, потому что, еще раз повторю, вы рядом с ним, вы около него уже были. И это, ну, довольно плохо случилось. Вам нужно встать на ноги самой. Вам нужно быть неуверенным в себе. Вам нужно проработать те проблемы, которые есть у вас, которые заставляли вас терпеть вот это все. А после, какой-то, после, спустя некоторое время, мужчины встретятся и посмотреть. Собственно, а нужен ли он вам вообще? Нужен, будет ли он вам нужен после того, как вы проведете в себе изменения? Ну, те изменения, о которых я говорил. А тут большой вопрос. Далее. Само понятие «прикипело». Вы говорите «я прикипело к нему». А прикипели вы к нему в чем? Да, у вас были, безусловно, хорошие моменты. Это факт. Но простите. Можно ли жить так, как вы... Можете ли жить так, как вы жили в конце перед уходом? Нельзя. А наш мужчина – это тиран. Это тиран, который боится, наверное, подчинения. Такое же своего подчинения, как и то, что было у него со стороны родителей. И с этим вам ничего не поделать. Мужчину вам не изменить. Важно то, что это не любовь. Нельзя любить и бояться. Нельзя любить и терпеть то, что терпите вы. Понимаете, Мария? Поэтому, да, и терпеть человека, который обесценивает вас. Вот вы говорите, что у вас там самооценка упала. Тоже очень плохо. То есть вам сейчас с этим мужчиной быть нельзя. Он вас уничтожает морально. И физически, кстати говоря, тоже. Я бы, знаете что? Я бы рекомендовал вам перечитать вот все, что вы написали. Знаете, здесь очень символично все написано. Перечитайте, пожалуйста, все, что вы написали. И, перечитав это все, спросите себя. Стоит ли? Стоит ли? Стоит ли у мужчины ваших нервов, энергий, нервных клеток, капра не восстанавливается и так далее? Ради чего? Неужели вы не достойны большего? Понимаете? И если вы сами в глубине души с этим согласитесь, тогда, я думаю, проблем у вас не будет. То есть, да, предстоит выполнить определенную работу с экспертом Лидии, но тем не менее, тем не менее, выполнив эту работу, вы уже таких ошибок больше не повторите. И вы можете узнать, что такое настоящее мужское отношение. Для этого надо определить, чего вы хотите. Какой вы видите себя? Каким вы видите своего мужчину? И как вы его видите? Это все вопрос детко-родительских отношений. И полагаю, что именно вам нужно все это разбирать. Не мужчине. У мужчины все хорошо. Ну, по крайней мере, лучше, чем у вас, это точно. Вот на эту тему и постарайтесь подумать. Ага, представьте себе, просто представьте себе, как вы с другим мужчиной, который вас любит, который вас ценит, уважает, заботится о вас и так далее. Подумайте. Подумайте и спросите себя, а может быть это все-таки лучше? В другой стороне, если вы не уверены в себе, в другой стороне, если вы хотите, чтобы вас подчиняли, для вас это идеальный выбор. Но если вы хотите, чтобы вас подчиняли, то и свою свободу придется отдать. Навсегда. Готовы ли вы к этому, Мария? Вот о чем нужно подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.